Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и это мы, его ведущие. Я журналист Вера Чилищева. И я журналист Зоя Светова. Сегодня наш выпуск посвящен теме домашнего насилия. Поводом послужил вынесенный буквально несколько дней назад приговор к Казахстане. Но шумевшая история, экс-министра экономики страны Куандыка Бешимбаева приговорили к 24 годам заключения по делу о жестоком убийстве своей супруги гражданской. Верховный суд страны Казахстана установил, что в ноябре 1923 года Бешимбаев около 8 часов избивал свою жену Салтанат. По словам страны обвинения, во время ссоры пьяный экс-министр избивал ее кулаками по голове, пинал ногами и душил до потери сознания. Она умерла, женщина умерла, и ее супруг намеренно не вызывал несколько часов скорую помощь. В общем, какой-то трэш. И двоюродный брат осужденного также получил 4 года в колонии по обвинению в укрывательстве убийства и недонесении о преступлении. Процесс стал знаковым. Во время него в Казахстане наконец-то был принят закон о криминализации домашнего насилия. А сами судебные заседания общество могло видеть в реальном режиме. Верховный суд вел трансляцию. В общем-то, такой прозрачности мы сегодня в России можем только позавидовать. Как и позавидовать главному. В России до сих пор нет закона о домашнем насилии. В то время как женщин продолжают убивать, убивали и продолжают убивать. Сегодня наш гость Мария Довтян, адвокат и глава Центра защиты пострадавших от домашнего насилия. Мария, она одна из тех, кто вместе с правозащитниками, с юристами и общественниками готовила несколько лет назад проект закона о домашнем насилии. В конце ноября 2019 года, если я не ошибаюсь, концепция вот этого законопроекта была выложена на официальном сайте Совета Федерации для публичного обсуждения. Однако чиновники сильно подредактировали текст этого закона и убрали из него в частности такие защитные меры, которые нужно применять в ситуации домашнего насилия как раз. Но даже вот этот отредактированный проект закона, очень измененный и не согласованный с правозащитниками, с Марией и с ее коллегами, он и так не был все равно внесен в Госдуму. И сегодня у нас в стране до сих пор нет этого закона, и к нему никто не возвращался. Мария, здравствуйте. И первый мой вопрос такой вот, собственно, простой. Вы можете объяснить нам, обывателям, да, почему не юристам, не правозащитникам, почему в нашей стране в итоге до сих пор нет закона о домашнем насилии? Кто этому препятствует? И почему, как бы, да, власть, чиновники не хотят его? Ну, на самом деле это очень комплексный, сложный вопрос. Здесь сразу несколько факторов, которые существуют. Ну, в первую очередь, есть категории людей, которые до сих пор считают, что домашнее насилие – это не проблема. Ну, то есть так было, так есть и так будет, зачем вообще с этим работать, лезть в российские семьи, разгибать традиционные скрепы и так далее. Это вот такая первая категория. Вот мы с этим сталкивались и в стенах Госдумы в своё время, и среди чиновников правительства. Но если этим людям можно донести понимание того, насколько эта проблема комплексная, что это достаточно сложные вообще процессы, которые идут, и почему государство в них должно вмешиваться, то со второй категорией политической работы значительно сложнее. То есть здесь мы сталкиваемся с абсолютным конкретным пониманием того, что такое домашнее насилие, и люди действительно это понимают, и я говорю как раз о высоком уровне чиновников. Но при этом не считают, что в принципе для нас это плохо. То есть когда мы говорим об отсутствии закона против домашнего насилия, мы сталкиваемся с нежеланием, отсутствием полной воли и даже осознанными действиями, которые не хотят принимать этот закон, потому что понимают, что он в целом вкладывается, отсутствие этого закона вкладывается в общую повестку политическую Российской Федерации. Россия себя постоянно презентует как последний оплот консервативной политики внутри страны и международной политики. И, соответственно, домашнее насилие – это часть такой консервативной политики. Как только мы говорим о принятии закона против домашнего насилия – это абсолютно либеральная повестка, это вопрос прав человека, это демократические процессы, и это, естественно, не вкладывается в тренд консервативной политики. Вот такие два сложных процесса. Это, конечно, вопросы сугубо политические. Это не про право. То есть это такой удар принятия закона о домашнем насилии – это такой своеобразный будет удар по скрепам, по традиционным скрепам российским. А что должно произойти вообще в стране, на ваш взгляд? В Казахстане произошло это жестокое убийство, оно произвело впечатление на власть. А что у нас должно произойти, чтобы все-таки приняли закон? У нас жестокие убийства, они происходят, в принципе, в режиме нон-стоп в семье. А что тогда должно произойти? Или ничего не повлияет на нашу власть? В Казахстане закон против домашнего насилия был принят еще в 2009 году. То есть у них база законодательная против домашнего насилия была. Поэтому и так интересно смотрится процесс. Для наших адвокатов, кто смотрел, не очень было понятно, почему такое огромное поле доказывания. Учетом того, что у них есть понятие домашнего насилия, есть понятие физического насилия, психического насилия, созависимости и прочего. Если мы говорим сегодня про сегодняшние изменения, то Казахстан криминализовал домашнее насилие. Точнее, криминализовал побои и легкий вред здоровью, которые были декриминализованы сразу после России. То есть Россия докриминализовала побои в 2016-2017 год и следует за ней Казахстан. Что у нас должно произойти? Теперь они изменили. Извините, перебью, чтобы понятно было нашим слушателям. То есть после случая вот этого убийства в Казахстане власть просто изменила то, что она сделала. Поняли, что это была ошибка, сделали еще ряд важных изменений в их уголовном процессуальное право, но закон у них был. То есть он у них давным-давно работает, как и практически во всех странах постсоветского пространства. У нас остались только Россия и Туркменистан без закона. Мария, а у меня, вы знаете, такой вопрос. Вы говорите о том, что остались только Россия и Туркменистан. Тем не менее, мы слышим и читаем в прессе о том, что уровень домашнего насилия в России возрастает в последние годы. И это было связано как с пандемией, и теперь связано с так называемым СВО. Потому что люди, которые возвращаются после СВО, они возвращаются в таком тяжелом состоянии, в этом посттравматическом синдроме. И если раньше у них были вот эти зачатки такой агрессии по отношению к близким, по отношению к женам, дочерям, то теперь эти случаи участились. Есть ли какая-то статистика, которая говорит о том, что это действительно так? Вот это мой первый вопрос. И второй вопрос. Меня поразило, что наша власть, вместо того, что действительно принять этот закон, отнестись серьезно к этой истории, что, например, организации, которые борются с этой проблемой, что их признают иностранным агентом, это тоже идет все в русле того, что это вот это государство, мужское государство России, которое против этой темы. Отвечая на последний вопрос, да, это абсолютно внутренняя и внешнеполитическая установка. Ведь если посмотреть, когда мы говорим о домашней насилии, что такое домашнее насилие? Это систематическое совершение физического, психического, сексуального, либо любого иного вида насилия по отношению к близкому лицу с целью обретения власти и контроля. Вот тут надо залезть в глубину вообще этого явления. Домашнее насилие – это всегда система власти и контроля того, кто сильнее над тем, кто слабее. Поэтому в большинстве, в абсолютном большинстве стран с авторитарными и тоталитарными режимами не борются с домашним насилием. Потому что, когда мы говорим о любых процессах авторитарных и тоталитарных, они происходят, они поглощают все сферы жизни общества, все сферы жизни человека. Поэтому никакие процессы борьбы с властью невозможны. Это вот если говорить про… Логика, да, логично. Да, и об этом есть огромное… То есть это не то, что я придумала, об этом есть огромное количество исследований изурбежных, в том числе нарративов, например, авторитарных государств и нарративов за условно насилие в семье. Они прям абсолютно схожи. Это про власть и контроль. Семья – маленькое государство, семья – маленькая церковь. Да, соответственно, и подходы должны быть такими же. Когда мы говорим о статистике домашнего насилия в России, ведь это же еще очень удобно. Нет закона, явление не признается государством как проблема, статистика не ведется. Официальной статистике о домашнем насилии нет. Существует статистика МВД о преступлениях в семье. После докриминализации в ней вообще никакого смысла нет, потому что, во-первых, речь идет только о близких членах семьи в зарегистрированном браке, во-вторых, только по делам с утвержденным обвинительным заключением. А проблема основная насилия в семье в том, что в абсолютном большинстве случаев, когда мы говорим о побоях, легком вреде здоровью, уголовные дела не возбуждаются. Это отдельная проблема, потому что это и отсутствие надлежащего закона, это и отсутствие нормальных возможностей защиты потерпевших в этот период, и, естественно, установки, в том числе, консервативные стереотипы самих полиции и следствий. То есть про государственную статистику говорить особо нечего. Но что у нас есть? У нас есть социологические опросы, и у нас есть другие исследования. Соцопросы уже много лет показывают примерно одну и ту же картину, начиная с 2011 года, каждый четвёртый говорит о том, что в его ближайшем окружении было домашнее насилие. То есть мы можем примерно представить картину. Она вполне адекватная мировой статистике, то есть это плюс-минус в странах, где не борются с домашним насилием, так примерно и происходит. Что ещё из интересного у нас есть? Мы проводили исследование алгоритм света. Это исследование опубликованных приговоров об убийствах, мы оттуда из базы гастровосудия взяли все приговоры об убийствах именно женщин. Буквально там десятки тысяч приговоров было исследовано нами. И что показала до пандемии статистика? 65% убитых женщин были убиты в семье. Чаще всего партнёром. Партнёром мужа. После пандемии статистика, за два года пандемии выросла на 5%. Было 65%, стало там 71% практически. Сейчас мы ждём накопления данных за 2022-2023 год. Тоже будем проводить это исследование. И говоря о том, как повлияло СВО, я могу сказать, сегодня мы ещё этого не видим. Ну как, мы уже видим, что ситуация становится всё более опасной. Кризисные центры говорят, что всё чаще и чаще звонят жёны мобилизованных, которые вернулись в отпуск, жёны военных, жёны контрактников и так далее. Но здесь надо учитывать, что раньше у нас не было мобилизованных, а теперь они у нас появились. Мы ещё хлебнём эту всю историю, это всё впереди. Вот когда всё закончится, вот когда все вернутся, сейчас же их очень мало ещё возвращается. Кто-то в отпуске, кто-то комиссован. СОВА – это ещё только-только-только цветочки. Все ягодки мы будем собирать очень активно, когда всё закончится, когда все вернутся, и где-то через годик, когда ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, которое в целом развивается в течение полугода, вступит вообще в свои полные права. И вот тогда мы посмотрим, что с этим будет. Будет ли? Не сомневаюсь. Почему не сомневаюсь? Потому что мы не первые, не последние с военными действиями и опытом домашнего насилия. Исследования разные. И исследования по Вьетнаму, и исследования по африканским воинам. В ЮК, в США, в Европе проводились, и даже индусы проводили свои исследования. Война всегда даёт прирост домашнего насилия по двум факторам. Сначала первый – это кризис. Любой политический, социально-экономический кризис, который увеличивает в обществе напряжение, он даёт сразу рост насилия в семье. Потому что те, кто могут совершать насилие, они так сбрасывают в том числе и своего напряжения. Чем выше напряжение, чем чаще они его сбрасывают, тем выше уровень домашнего насилия. И, соответственно, у военнослужащих в целом выше уровень насилия в семье, чем в обычных семьях. И, учитывая, что ПТСР практически неизбежно, это даже наши российские исследования показывают, что люди, прошедшие Афганскую войну, страдают ПТСРом практически все, даже через 10 лет после её окончания. Ну, что логично, потому что с ними никто не работал. Ну, то есть никто же не пытался им помочь в ПТСРе, поэтому они и продолжают страдать. И, соответственно, ПТСР всегда приводит к ещё большему росту насилия. Самый простой способ для любого военнослужащего, страдающего ПТСР – сбросить это напряжение. Где? На работе он не может сбросить это напряжение. Он может его сбросить только дом. Ну, двумя факторами обычно они это делали. Алкоголь и насилие. Так что всё впереди. И к вопросу о том, когда будет принят закон, да, и что должно случиться, чтобы был принят закон в России. А у нас были и убийства, да, у нас была Маргарита Грачёва, у нас были сёстры Хачатурян, у нас было огромное количество, ну, каждый год мы вот в нашем проекте, у нас сотни дел в год. И у нас там и убийство, и покушение на убийство, и тяжкий вред. И вот, например, там вот в прошлом году в Перми Жене руки отрубил, да, и про это тоже писали. Кого-то это сильно вам как бы беспокоило? Нет, не похоже. Сколько будет женщин гибнуть, да, сколько угодно. Я не вижу политической воли, я не вижу, что кто-то хочет с этим вообще что-то делать. Поэтому пока, ну, я не вижу никаких перспектив к тому, чтобы закон против домашнего насилия был принят. Мы можем все тут перегибнуть, и, мне кажется, ничего в ближайшее в будущем не изменится. Понимаю, что звучит бессимистично, но это объективная реальность. Ну, подождите, а если, например, произойдет, не дай бог, какое-то убийство, да, или домашнее насилие среди очень известных людей или среди людей во власти, неужели это не подвигнет власть к принятию закона? Ну, у нас просто регулярно, в год несколько случаев громких бывает. И никого это не подвинет к принятию закона. Потому что что? Вот посмотрите нарративы, которые говорят, вот вообще все представители Госдумы, Совета Федерации, кто отвечает за политику семейную. Абсолютно консервативно-традиционный нарратив того, что женщина должна себя правильно вести, правильно мужа выбирать, и так далее, чтобы не было насилия в семье. То есть не признают как проблему, хотя уже даже, знаете, как странно говорить о том, о чем мы говорим уже там, не знаю, с бог знает сколько лет. С конца 90-х годов мои коллеги говорят, я с 2008 года говорю. Насилие в семье – это система взаимоотношений. Это не про провокацию плохую и хорошую семью. Это про проблемы агрессора. И единственный, кто в этом виноват, это агрессор, у которого есть свои сложности и свои какие-то определенные психологические проблемы. То есть это система, в которую может вообще попасть любой, на самом деле любой. Начиная от жены сварщика и заканчивая женой депутатой. На это видим, например, что попадают в эту систему девочки, которые с хорошим образованием, с хорошими работами, одно другому совершенно не мешают. Знает ли об этом Госдума? Да, знает. Сто раз им про это говорили разные люди, не только я. У них даже исследование в своё время было. Ещё в Думе предыдущей они сами его заказывали, сами провели, получили те же результаты, о которых мы говорили, развели руками и не приняли закон. Да, конечно, всё это печально. Мария, вот у меня такая просьба. Вы говорили, что когда вы объясняли, и чиновники, у которых высшее образование, они в принципе понимают механизм того, как должен работать закон, и в принципе какая польза в нём заложена. А можете опять же объяснить людям без юридического образования, которые особо не интересуются принятием, продвижением этого закона, как этот закон о домашнем насилии может помочь, чтобы мы не теряли жизни женщин и здоровье женщин, и не делали детей, в том числе маленьких, сиротами. Вот как этот закон, если его принять в нашей стране, может предотвратить новые и новые убийства в семье? Вот простими словами нужно. Задача этого закона как раз предотвращения убийств и тяжких последствий. Так как домашнее насилие это длинная история, это не разовый эпизод конфликтов, оно всегда систематично. Начиная обычно с маленьких побоев, оно, если туда не вмешиваться, со временем приводит к убийству либо одной стороны, либо другой стороны. И вот задача закона сделать так, что как только появляются, скажем так, маленькие побои, вот только-только начало, государство реагирует таким образом, чтобы помочь потерпевшей выйти из этих отношений. То есть предотвратить вторые, третьи, четвёртые, пятые эпизоды, которые будут неминуты. Что для этого нужно? Помимо того, что, естественно, признание самого факта, ну, признание того, что существует домашнее насилие, то есть это дать определение, дать вид, что такое физическое насилие, что такое психическое насилие, что такое сексуальное насилие, да? Второе. Комплексный механизм межведомственного взаимодействия. То есть это взаимодействие полиции, социальных служб и медиков, чтобы потерпевшим было легче. Обратилась в полицию, ей дали информацию об убежище, о психологической помощи, о социальных возможностях. И тогда, чтобы у потерпевших была возможность выхода. Чаще всего вот в России они этой возможности выхода не видят, потому что они обращаются в полицию, полиция говорит, да, хорошо, мы вам когда-нибудь позвоним по этому поводу, и на этом история работы с потерпевшей заканчивается. Когда есть комплексная система, потерпевшие видят, что им есть куда пойти, есть где получить психологическую поддержку, потому что домашнее насилие часто это и созависимость, и стокгольский синдром так называемый, и так далее, и так далее. И самое важное – это охранные ордера, то есть защита потерпевших от преследования, от повторных актов агрессии со стороны агрессора. То есть, грубо говоря, то, что насильник, ну или не насильник, агрессор, абьюзер, он не имеет права, например, приближаться за столько-то метров. Да, например, приближаться, приходить на работу и так далее. И это, правда, один из самых эффективных механизмов. Агрессор, когда он теряет контроль на потерпевшую, он пытается её вернуть. Это просто вот таков закон этой системы. И для того, чтобы её вернуть, он использует любые средства. Обычно это начинается с конфеток в букетах и заканчивается угрозами, попытками снова встретить, избить и так далее. И вот на этот период времени обязательно нужны охранные ордера. Во-первых, чтобы не допустить того, чтобы снова избил. Во-вторых, дать потерпевшим продышаться, так мы говорим. Чтобы уже самим решать, что им делается в собственной жизни. И нередко, вот сегодня у нас этого нет, нам очень часто потерпевшие говорят, что я не ухожу, потому что я знаю, что если я уйду, мне конец, он меня убьёт. И никто меня не защитит. Потому что даже если я написала заявление о побоях, а что у нас побои? Административное правонарушение. Получит он этот штраф. И что будет? Да ничего не будет. Он как бы и пойдёт он дальше. Делать свои дела. Вот есть у нас хороший пример. Дело Саховой. Это известное дело как раз о декриминализации побоев. Госпожа Сахова, это открытая информация, она страдает от побоя со стороны своего брата родного. Вот мы его уже раз пять привлекать к ответственности. И что? Охраны, квартиров нет. Приходить, заходить он может. Никто его особо не наказывает. У него даже там за лёгкий вред здоровью и угрозу убийством наказание в виде ограничения свободы. То есть регион покидать нельзя. И, естественно, потерпевшие, у кого партнёрская насилия, чаще всего в такой ситуации или сбегают, у кого есть ресурс, или просто возвращаются, потому что для них эта система оказывается к ужасу более безопасной, чем система, когда они живут вне. Потому что их никто не защищает. Вот для этого и нужен закон против домашнего насилия, чтобы этого не происходило. Чтобы потерпевшие получали адекватную помощь, адекватную поддержку и адекватную защиту. Мария, мы сегодня уже довольно много говорили вот об этом казахстанском кейсе. Вы следили за тем, как в российской прессе, на российском телевидении это освещали? То есть это имело тот же резонанс, как во всём мире? Мне кажется, что российская пресса, которая была независимая, освещала и продолжает освещать эту историю. А вот по государственным медиа и по выступлениям наших чиновников я поняла, что эту историю не хотели бы транслировать громко. Я это увидела и по выступлению Пескова, и по выступлению наших депутатов, о том, что у них в Казахстане у нас такой проблемы нет. А вот всё-таки у нас было похожее дело. Вы уже упоминали дело сестёры Хачатурян. Я помню, какой огромный был резонанс. И всё-таки именно общественникам и юристам удалось это дело высветить, и удалось этих девочек именно спасти, потому что им всё-таки грозило тюремное заключение за то, что они убили своего отца, который как раз в отношении них совершал домашнее насилие. Я хотела вас спросить, а как сейчас они живут, эти сёстры Хачатуряны? Чем они сейчас занимаются, если можно об этом говорить? Ну, во-первых, надо сказать, что дело не закончено ещё. Мы ещё работаем. То есть, а в какой части не закончено? Во всех, к сожалению. Сейчас расскажу. У нас сейчас есть два дела сестёр Хачатуряны. Первое дело – это убийство сёстрами своего отца. А второе дело – это о физическом и сексуализированном насилии отца в отношении сестёр. Мы потребовали возбуждения уголовного дела и проведения расследования всех тех обстоятельств вне зависимости от того, что отца уже нет живых, потому что доказательств в материалах уголовного дела было много. И на данный момент мы в Бутырском суде у нас проходят судебные заседания, слушаем дело в отношении отца Михаила Хачатуряна. Он обвиняется в совершении насильственного действия сексуального характера и в причинении тяжкого вреда здоровья по отношению ко всем трёхсёстрам. Мария, в закрытом режиме у вас процесс, естественно? Да, да. В силу того, что это всё-таки вопрос личной жизни, да, это заседание проходит в закрытом режиме. И вот пока мы не рассмотрим это дело, первое дело рассмотрено не будет. Понятно. А девочки, они находятся под подпиской о невыезде или какая у них мера пресечения? Запрет совершения определённых действий. Они могут покидать жильё, они даже, кстати, все работают. Они не могут ходить на митинги, сидеть в интернете и общаться с участниками данного уголовного дела. Ну, то есть, жизнь у них всё равно очень ограниченная, да, то есть, они ограничены рамками. Уже сколько лет это длится, то есть, в общем, Конечно, и этот домоклов меч, то есть, понимаете, как этот домоклов меч, а простите, в отношении каждой из них возбуждено уголовное дело по 105-й части 2-й, да, где-то до 20 лет. Вот. И, конечно, это домоклов меч, который висит, и они живут, они пытаются жить нормальную жизнь молодых женщин, потому что всё-таки они уже за 20 всем, и, ну, самое прекрасное, не очень обидно за них, потому что я же понимаю, что вот эти вот годы, там, 20-30 лет, это же такое, годы прекрасной юности, вот. И вот они вынуждены всю свою, ну, вот эту жизнь жить, озираясь на то, что когда-то их могут посадить в тюрьму. А люди, как к ним относятся, вот их коллеги по работе, их наверняка узнают на улицах, да, вот как это, как они с этим живут? Сейчас получше, в том смысле, что медийная пространство уже забита, и на них уже особо никто не обращает внимания, и не так, чтобы их узнают на улицах, прям постоянно. Но бывало, они сталкивались с тем, например, что вот у меня одна из девочек устроилась на работу, и только на следующий день до всех дошло, кто она, и ее уволили тут же. А в другое место устроилась на работу, ее там поддержали. Когда до всех дошло, кто это, ее, наоборот, стали поддерживать, помогать там, устроиться и так далее. Человеческий фактор, как он важен. Мария, не могу не задать вопрос как раз про вашего коллегу, который вместе с вами долгое время занимался вот этим кейсом, сестер Хачатурян, Алексей Липцер, который сейчас, к сожалению, находится в СИЗО, уже несколько месяцев по обвинению в экстремизме, как мы все знаем, как один из бывших защитников покойного уже Алексея Навального. Всего по делу арестовано три адвоката, включая Алексея. Можете, пожалуйста, рассказать о нем, о его роли в деле сестер Хачатуряна, и вообще, что это за адвокат? Мы, кстати, с Алексеем как раз на этом деле познакомились, и вот у нас команда сложилась, там Алексей Паршин, там Ярослав Пахулин, я, Алексей Липцер, вот если мы с Ярославом Алексеем Паршиным давно друг друга знали, то вот Алексей Липцер появился как-то так внезапно, но мы очень быстро сработались, потому что Алексей большой профессионал, он человек с нашим типом ценностей, там, за это время мы не просто познакомились, мы и подружились, и мы видели, как он женился, и как у него родился ребенок, и, ну, то есть мы, его роль, он представитель, он защищает интересы этой Сины Хачатурян, и, ну, как бы мы плечом к плечу командой работали все это время, он там один из главных игроков этого всего процесса, и, конечно, его арест, ну, во-первых, сам по себе ужасен, потому что это обвинение просто абсурдно, человек делал свою работу, а он профессионал своего дела, там, за эти годы все, я вижу, человек профессионал, он умеет, а он настоящий адвокат, ну, и СИЗО и аресты по такому абсурдному делу, хорошо, что сразу в дело вступила, ну, Светлана Давыдова, его коллега, она тоже с нами работала, присоединилась к нам по делу Сетверхачатуряна, и вот, когда Лешу арестовали, он, она, соответственно, ну, приняла на себя всю работу. Ну, для нас, это, скажем, огромный, и это и шок, и обида, реакция палаты, которую я говорила об этом публично, еще раз скажу, возмутительная и московская, и федеральная по этому поводу. Которая не поддержала, по сути, да, арестованных коллег? нет. И дело не только ведь в том, что там Алексей наш друг и коллега, да, и мы хотим, чтобы его поддержали, а в том, что, ну, так вот, сдавая по одному, сдают же всю корпорацию, по сути. То есть, завтра это может быть адвокат по другому. Когда стали говорить, что это же просто по Навальному, ну, друзья, завтра по Навальному, вчера по Навальному, завтра по кому-то другому. А вы переписываетесь с Алексеем, то есть, поддерживаете с ним связь? Да, мы переписываемся, так как все-таки это цензура тюрьмы, СИЗО, соответственно, ну, пишем друг другу, я там пишу, как у моего ребенка, дела, потому что мы с ним очень часто обсуждали, у нас дети, погодки, то есть, у него девочка чуть-чуть помладше, у меня мальчик чуть-чуть постарше. Вот мы там, у кого какие в детском саду проблемы, там, прививки, непрививки и так далее. То есть, это обычная бытовая тема, на которой мы и раньше обсуждали вне процессуальных вопросов. Понятно. Грустно, конечно, это все. Грустно, да. Ну что, мы вынуждены заканчивать. Вы слушали наш подкаст, совещательная комната, и мы говорили с Марией Довтян, юристом, экспертом и просто неравнодушным человеком. Мы говорили о том, почему в России так и не принят закон о криминализации домашнего насилия. И, конечно, говорили о том, как этот закон вообще может помочь российским женщинам спастись и предотвратить новое убийство. А вы слушайте и смотрите наш подкаст на YouTube, в Apple Podcast и на других платформах. Спасибо большое, Мари. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok